Оригинальное видео на английском языке находится на YouTube-канале ReaperMania. Не забывайте поддержать автора, Кенни Джоя. Подписывайтесь на его канал, ставьте лайки и следите за обновлениями. Перевёл и озвучил SpaceMonkey, канал Reaper5 Russia. Уроки по Reaper5 с Кенни Джоя. Урок 30. Темы и макеты. Итак, сегодня мы разберёмся с темами и макетами в Reaper. Когда-то давно, ещё во вступлении к курсу, я говорил, что можно легко изменить внешний вид Reaper. Заходим в Options, вкладка Themes, Темы и выбор за вами. В этом курсе я использовал дефолтную тему, но вы можете изменить её на своё усмотрение. Дефолт-версия 4.0 выглядит вот так. Можно использовать сторонние темы, созданные пользователями программы. Попробуем вот эту. Или Imperial за авторством White Tie. Я не знаю, кто это. Зацените панель микшера. Выглядит круто. Вот ещё одна тема. Вернёмся к родной, дефолтной. Она установлена в Reaper с самого начала. Кроме того, мы можем менять и так называемые макеты, причём для любой темы. Заходим в Опции, вкладка Layouts, Макеты. Можно изменить макеты транспортной панели, панели огибающих, микшера, панель треков. Вот целый список. Легче всего поменять их, используя скринсеты, своеобразные шаблоны экрана. Меню View, Вид. Скринсет Layouts, скринсеты макеты. Вот быстрый доступ к изменениям. К тому же здесь можно выбрать и темы. Итак, макеты. Вот здесь значение для панели треков. А вот сама панель. Мы используем Large, большой, чтобы было лучше видно управление. Но мы можем сменить макет. Выберем какой-нибудь из этих. Стандарт. Выглядит вот так. А вот так выглядит следующий. Громкость здесь, панель арома здесь. Ну и другие вариации стандарта. Как, например, вот эта с огромной дорожкой фейдера. Есть в этой коллекции и очень крутые полезные макеты. Small Full Meter, например. Большой измеритель уровня поможет разглядеть пики и подкорректировать уровни. Очень хорошо видно. Переключим назад на Large. А вот тут макет панели микшера. Проверим. Отобразим микшер. Сейчас там значение, а по дефолту микшер выглядит вот так. У нас целый список для выбора. Выбирайте на свой вкус. Стандарт сайдбар сделает микшер пошире, и будут хорошо видны эффекты вверху и посылы внизу. Выберем Small. Треки стали тонкими, зато теперь на микшере их поместится гораздо больше. Small Sidebar. Full Meter, который опять же позволяет прекрасно видеть уровни сигнала при воспроизведении или записи. Large, Large Sidebar. Large Sidebar. Session Mixer, который я использую. Детализировано, и большие дорожки фейдеров. Можем изменить цвет фейдеров. Черные, красные, синие. Можно выбрать стрип. Дорожки превратятся в тонкие полоски, но их поместится на экране больше, и при том будет еще виден уровень сигнала. Очень помогает в процессе записи. Full Controls, Live Recording, Meter Bridge, и, наконец, просто имя трека. Минималистично. Вернем значение Session Mixer. Можем изменить высоту отдельных элементов. Потянем вот здесь вниз, и станут видны эффекты вверху и посылы внизу. Снова потянули и скрыли. Это можно менять для каждого трека отдельно. Первый может быть совсем внизу, зато много информации об объектах, второй повыше, и так далее, как пожелаете. Если захотите править сразу несколько, зажмите Control на ПК, Command на Маке, и просто потяните. Они двигаются вместе. Закроем Микшер, и вернемся к панели треков. Можно менять макеты, независимо для каждого трека. Например, выбираем треки барабанов, переходим вот сюда, пункт Selected Track Panel, то, что выбрано на панели, и выберем Full Meter. Теперь барабаны выглядят вот так, а гитары, как и раньше. Можем видеть абсолютно разную информацию на разных треках. Изменим вот эту гитару, сделаем ей большой фейдер. Вот эту бочку сделаем по дефолту. Выглядит вот так. Каждый трек может иметь свой макет. В Reaper'е очень гибкая кастомизация внешнего вида. Если хотим вернуть первоначальный вид, выбираем все и применяем стандартный макет. То же самое с микшером. Барабаны можно поменять вот здесь. Например, большой сайдбар, вспомогательная панель, или полоски. А гитары можно сделать вот такими. Или такими. Вернуться к Session Mixer. И, конечно, можно все вернуть назад, выбрав все треки и установив дефолтное значение. Есть классная фишка. Можно менять цвет фейдеров. Давайте на барабанах будет синий цвет, а на гитарах красный. Это облегчает визуальное восприятие того, что же происходит на треках. Просто запомните, что барабаны синие, а гитары красные. Вокал может быть черным, бас серым, и так далее. вам будет легче воспринимать информацию. Вот что такое макеты. Важно знать, что каждая тема имеет индивидуальный набор макетов. Когда создаете тему, создавайте и макеты. И того, что было и работало в одной теме, может не оказаться в остальных. Вот так представлены темы и макеты в Reaper. Это был последний урок курса Reaper 5 Explained, вводного курса по Reaper. Я говорил это вначале, скажу и сейчас. Если вы хотите узнать больше, а я в своих видео не могу рассказать обо всех возможностях Reaper, заходите на официальный сайт программы, на вкладку «Видео». Там вы обнаружите массу роликов по работе в Reaper. Этот раздел постоянно обновляется, так что сделайте закладку в браузере и проверяйте почаще. Так много всего в Reaper. Благодарю вас за то, что были со мной всё это время. Надеюсь, вы узнали что-то новое и научились чему-то. Ещё увидимся. Спасибо. Продолжение следует...